Когда Уоррен Баффет был вторым человеком в самом богатом в мире, он пришел в гости к Билл Гейтсу, которого возглавлял в список Forbes тогда, и отец Билл Гейтса дал им обоим листочек бумаги, попросил их написать, какое качество сделало вас обоих такими успешными. И оба самых успешных в денежном плане человека в мире написали одно и то же слово. Это слово было «фокус», «фокусировка». Одну вещь, которую мы знаем точно, что суперуспешные люди имеют тенденцию переоценивать свой труд и недооценивать свой талант. Но, что я наблюдаю всюду повсеместно, что описано во всей литературе и было замечено всегда, то, что суперуспешные люди не всегда являются суперталантливыми, но все они до единого суперсфокусированы в этом видео о том, как научиться отказывать, потому что отказ и слово «нет» — это самый главный инструмент суперфокусировки. Первое, что стоит понять, то, что слово «нет» не входит ни в одну из короговорок. Слово «нет» произнесут легко люди, страдающие любыми дефектами речи, и картавые, и шепелявые, произносят его с легкостью только три буквы — согласные, гласные и согласные. Почему же тогда его так трудно сказать? А потому что мы рождаемся запрограммированные на то, чтобы соглашаться. И об этом немного подробнее. Когда мы родились, в сознании каждого человека вшит маленький чип сценариями смерти предыдущих поколений. Подумайте, почему мы боимся змей и пауков и не боимся одуванчиков и облаков? Даже те люди, которых змеи и пауки ни разу не кусали, они боятся змеи и пауков и не боятся одуванчиков и облаков. Да потому что наши предки в качестве маленького подарка передали нам этот маленький чип, и в него вшиты совершенно все ошибки, которые мы можем совершить только один раз. И для сохранения жизни этот чип хранится в сознании каждого человека. Рождается вопрос. Хорошо, змеи и пауки-то понятно. А при чем здесь отказы? Почему же мы боимся отказывать? Да потому что любой человек, сказавший «нет», повышает свои шансы изгнания с племени, и один он там погибает или от голода, или зубов хищника. Поэтому мы запрограммированы на согласие многим отказать смерти подобно. Именно потому что предки этих людей, которым трудно отказать, умирали от этих отказов. Далее, когда человек рождается, он программируется уже в обществе. Первое, что он слышит, это сказки. Мы обучаемся на историях, и в сказках есть два героя – добрый и злой. Каким героем вы хотели быть, когда были маленьким? Добрым героем. Не было в сказке третьего героя эффективного. Это понятие у нас так поздно вводится, что программа, которая уже была наслойна на наше сознание, так сильно укоренилась, что эффективность просто не ложится на нашу пластинку шаблона принятия решения. Мы растем и хотим быть добрыми, добрыми и добрыми. И далее уже, выходя больше в бизнес, в взрослую жизнь, мы слышим фразу, такая, кажется, безобидная фраза – «Добавьте себе в расписание». И мы добавляем, чтобы не упустить возможность. Мы еще больше добавляем и добавляем. На самом деле, добавляя что угодно в наше расписание, мы делим себя единственного, а не занимаемся сложением, отделением на количество дел, которые мы добавили в свое расписание. И вот мы получаем человека запрограммированно на согласие. Фактически, укороченная программа в нашем сознании звучит «если» и обычный «бэйсик» программопрограммирования – это всегда «если», «if», «then», «если то». «Если я отказываю, то я чувствую вину, и мне очень дискомфортно». Человек меняет «если», «причину» и приходит к другому следствию. «Если я говорю да, то мне хорошо», и он начинает со всеми соглашаться. Эту программу необходимо переписать. Три варианта, как это сделать. Что мы знаем? В часть «если» нужно заключать ту часть, в которой мы убеждены, в чем мы убеждены? Мы знаем то, что время – это самый ценный ресурс, мы знаем то, что мы люди, и мы знаем, что сила человека основана на силе его убеждений. В этом мы действительно уверены. Давайте перепишем эти три строки программирования, помогая себе отказывать более уверенно и делать это с убежденностью. Итак, если время – это самый ценный ресурс, то умение оберегать свое время – это самый ценный навык. Чем чаще мы себе скажем эту фразу, тем сильнее оно углубляется в наше сознание и в итоге проникает в наш процесс принятия решений. Следующая фраза. Кстати, все эти фразы и все эти, то, что я говорю на этом видео, они в конспекте к этому видео. Более того, работа с убеждениями – это настолько важная вещь, я записал отдельный видеокурс на эту тему, в который включены совершенно новые вещи, нигде до сих пор не сказанные, которые фундаментально разбирают скрытые и открытые убеждения. Каждого человека, он доступен по ссылке ниже. Вторая строка – кода нашего программирования, почему не умеет отказывать и как переписать его. Мы знаем, что мы люди. Давайте перепишем и этот код. Если не. Если человек не умеет отказывать, то им очень легко манипулировать. Фактически, внешне он остается человеком, но на самом деле он просто участник стадного движения. И последняя строка, более жесткая, я перейду с вами на «ты», потому что это программирование проникает глубже. Если ты не умеешь говорить «нет», то твое говорение сильнее, чем твои убеждения. Давайте шагнем дальше. Какие же качества должны быть в человеке, чтобы он лучше отвечал словом «нет»? Первое – это ясность. Это ясность понимания, кто я. Потому что все, что мы видим в жизни, имея полную ясность, приобретает функцию простого сравнения. То ли это, что я хочу, это мне соответствует, это является точкой на векторе продвижения к моим целям, или это точка вне вектора моих целей. Имея ясность, очень легко делать выбор. Мы фактически, нам часто даже не придется отказывать, потому что с полной ясностью человек излучает свои цели. Ему даже не нужно говорить «нет», к нему даже не поступают предложения, те, в которым ему придется отказать. Как же прийти к ясности, кажется? Это очень трудно. Это намного легче, чем вам кажется. Слово «я» на «я» начинается и на «я» заканчивается. Чтобы узнать себя, нужно проявлять себя. Чем больше человек проявляет себя, тем больше он узнает не просто даже себя самого, а как хорошо он интегрируется в это общество, получая обратную связь о себе, именно о своих талантах, своих привычках, о себе внешних данных, о всем себе, в виде обратной связи от общества. И мы узнаем себя именно действуя. Считайте смелость главным инструментом к проявлению себя, к самопознанию. Первое – это была ясность. Далее другое качество поможет нам очень легко научиться говорить «нет». Это качество умения делать ставку на себя. Фактически, соглашаясь с кем-то, я помогу тебе здесь, я сделаю это, сделаю то. Человек делает ставку на отношения с каждым из людей. И здесь необходимо отвлечься, потому что то, что я сейчас скажу, очень важно. В некоторых случаях отношения с людьми настолько важны, что в этом заключается мудрость. Мудрость политическая, мудрость человека, мудрость разная. Построить именно отношения и сделать на отношения ставку. «Нет» и умение отказывать – это просто инструмент. В одних руках инструмент будет полезен, в других руках он может отбить себе руки. Я даю вам этот инструмент, рассчитывая на то, что вы понимаете, где нужно отказывать, а какие отношения нужно усилить и сделать на них ставку. Но это уже неправильно, это даже звучит неправильно, не говоря уже о том, насколько это неправильно делать. Делать ставку на каждые другие отношения, не делая ставку на себя. Как же научиться таки в итоге делать ставку на себя? Мне очень нравится думать, что для этого мы должны считать себя в чем-то ребенком. И ребенком не потому, что дать себе поиграть или дать себе какие-то поблажки, а понимать, что мы еще не выросли, не в этом смысле, в другом. В том, что когда у вас есть ребенок, как вы с ним говорите, у тебя все получится, ты самый сильный, ты самая красивая, ты самая способная. Мы убеждаем ребенка в том, что он, либо она, наш ребенок, дочь, либо сын, они самые лучшие. Но когда мы вырастаем, почему мы в себе это забываем? В каждом из нас живет ребенок, которому нужно говорить, ты самый лучший, ты самый сильный, у тебя получится, нужно делать ставку на отношения с собой, а не на отношения с другими людьми. И третий шаблон мышления, который позволит очень легко отказывать и обрести эту суперфокусировку, которая нам так нужна для высоких достижений. Этот шаблон – вера в систему, а не в случай. С самого детства нам рассказывают сказки, где человек, ничего не делая, однажды кого-то повстречал, и случай теперь вывел его жизнь на другой уровень. Очень редко в жизни это происходит. Даже победитель лотереи, который побеждает с миллионами долларов выигрыша, приходит к тому же месту, где они были, но уже менее счастливые, чем они были даже до выигрыша. Потому что случай не руководит этим миром, этим миром руководит система. И глубокая вера в систему, то есть в дисциплину, перевожу, меняет поведение человека, меняет так, что отказ не является отказом. Вы не будете здесь страдать, делая этот отказ, и нет никакого действия особенного даже. Это просто продолжение движения по системе. Я резюмирую. Умение отказывать – это один из самых нужных навыков в жизни, потому что помогает нам приобрести качество суперуспешных людей, которое называется суперфокусировка. Помните о том, что мы запрограммированы от рождения, чтобы соглашаться. Эту программу необходимо переписать. Для этого скажите себе три фразы, которые, повторяю многократно, вы перепишете, коснетесь своих убеждений. Первое. Если время – это самый ценный ресурс, то умение оберегать свое время – это самый ценный навык. Если человек не умеет говорить «нет», то им очень легко манипулировать. И фактически внешне он человек. На самом деле он участник снародного движения. И последнее, третье. Если ты не умеешь говорить «нет», то твое говорение сильнее, чем твое убеждение. Три качества помогут вам прописать очень глубоко эти три строки кодирования себя. Первое – это ясность. Второе – это умение делать ставку. И третье – это вера в систему, а не в случае. И если все это вам покажется в чем-то даже сложным, хотя я считаю, что это было дано очень просто и максимально ужато в этом, даже пускай не в самом коротком моем видео, запомните себе так, что слово «нет» – это в нем есть инструкция, как нужно отказывать в виде небольшой аббревиатуры. Первое – это буква «Н». Это просто навык. Чем больше ты говоришь «нет», тем лучше у тебя получается. Иными словами, ты не можешь не улучшаться, практикуясь. Говоришь «нет», у тебя лучше получается. Буква «Е» – это делать нужно естественно. Если ты уже решил отказать, не страдай по этому поводу. Просто скажи «нет». И буква «Т» – никаких трейд-инов. Не нужно сказать «нет» здесь, а потом отдать из-за чувства вины. Гораздо большее с другой стороны. Раз ты уже отказал, значит ты отказал. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok